Здравствуйте! Это информационно-аналитическая программа «Главная» и я ведущая Мария Смирнова. Химии не произошло. На этой неделе жители высказали свое отношение к строительству опасного завода в регионе. Обратная сторона люка. Такой не украдешь. Журналисты «Саратов-24» встали на пути танка, теневой экономики, бизнеса по продаже люков. Что принес области дворцовый переворот? Первые заявления новых премьер-министров. Актуальные события недели проанализируем шеф-редактором «Саратов-24» Ильей Леонтьевым. Извините. История о том, как надругались над Саратовом. Вендетта жителей. Главные новости соцсетей в Народном дайджесте событий. Спасибо, «Саратов-24»! В профессиональной выставке и дорогостоящей краске 4 сельские детские школы искусств принимают дары проекта ТВ-галерея. На этой неделе жители офлайн и онлайн голосовали против строительства в регионе завода по переработке особо опасных отходов. Горожане вышли на митинг и собирают подписи под петицией в интернете. Подробности в нашем следующем сюжете. Более 10 тысяч подписей меньше, чем за неделю собрала петиция против строительства завода в Горном. Планируется, что предприятие будет заниматься обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов первого и второго классов опасности. Это отработанные аккумуляторы, источники тока, масла, трансформаторы. Сообщается на сайте предприятия по обращению с радиоактивными отходами организации, которая будет выступать в качестве застройщика. Однако некоторые экологи выразили недоверие. Такой завод уже существует, и он недозагружен. Не налажена система сбора этих батареек. Поэтому такой острой потребности в таких заводах нет. Если завод так быстро строится, то, безусловно, в первой очереди поставок батареек не будет. Они должны заявить открыто, что собираются возить. Я надеюсь, что будут проведены исследования, которые и покажут, можно ли размещать данный завод в Горном. Мне кажется, это нецелесообразно. Если же исследования покажут, что нельзя отказаться от строительства. Если можно, то обсуждать технологии. На этой неделе жители вышли на митинг. Они потребовали открытости при строительстве завода, а именно участвовать в обсуждении всех этапов подготовки. Однако ранее такое условие выдвинул вице-губернатор, председатель правительства области Александр Стрелюхин. Решение будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц. В первую очередь, жителей поселка Горный, жителей соседних районов и всей области. Это наша принципиальная позиция. Надо обсуждать сейчас и с жителями, и с общественностью, а что придет с этим заводом. Кроме безусловного приоритета безопасных технологий. То ли это будет мост через реку Иргиз в селе Березовка, ведь каждый год там насыпную плотину смывают. Там есть вопросы, которые можно обсуждать. Но нельзя сбрасывать то, что было создано на этом предприятии. Мы были лидерами не только в России, так как первые уничтожали химоружие. Мы были лидерами в мире по технологиям, по которым уничтожали. Сейчас важно наладить диалог, объяснить, какие вещества будут уничтожаться. Что за этим следует, какие выбросы, ну и так далее. Тут вопросов много. Журналисты Саратов-24 продолжат следить за развитием ситуации. Напомним, победа в федеральном конкурсе с клипом «Чиновник закрой свой люк» придает новый виток резонанса проблемной теме. Самое время копнуть глубже и провести журналистское расследование, почему бизнес по продаже чугунных крышек стал в Саратове непотопляемым. И даже внимание руководителей всех ключевых ведомств не останавливает циничных предпринимателей специальный репортаж программы. Обратная сторона люка. Такой не украдешь. И не потому, что броня крепка, просто он, не из чугуна. Однако такая крышка вполне могла бы стать эмблемой пунктов приема металла. Ведь этот бизнес уже давно можно назвать танком синевой экономики. Решаем идти напролом, продать крышку колодца в пункт приема металла. То, что сейчас делаем мы, журналисты, правоохранителям не удавалось год с момента трагедии, когда в одной из ям Ленинского района мучительно погиб ребенок. Журналистам везет с первого раза. Отец, здорово! А кто берет металла? Это сдача, сдача, отец. Это свой. Сейчас девчонка куколка своя придет, считает, давай, сдать. А где весы-то? А вот, весы-весы. А по чем принимаете? 560 рублей сейчас придет. 260 рублей. Что же вы купили? Люк, крышку люка. Это же запрещено, законно. Я пока еще не буду помнить. Все торги, все записано. Зачем животнее кираетесь? Я ничего у вас не брал. На весы поставили. И паспорта ничего не у вас делал. Люди приносят, знаете, совсем дачу. Вы ерундой занимаетесь. Мы не ерундой занимаемся. Взрослые дети падают в люк, в открытые колодцы. Почему? Потому что крышки люков воруют. Он говорит. А вы принимаете. Сдачи дядя принес. Я говорю, ну, но бывает дача. Вы верите всему, что вам говорят? Немного усилий можно собрать не только доказательства, но и способы приема чермета. Чаще всего люки дробят в мелкую крошку и реализуют в пункты приема. Всплывающие детали демонстрируют, почему этот бизнес непотопляемый. Так, учредителем одной из компаний по приему металла числится депутат городской думы. Я вам могу четко абсолютно сказать, что отношения к приему металла я не имею. Почему тогда не опровергли эту информацию, которая была в СМИ, опубликованную информацию? У меня нету время опровергать информацию, которую пытаются донести или налить на депутаты городской думы. Это официальные издания вызывают... Нет, ну разумеется, знаете, вот если честно, то я не читал. Но, тем не менее, вот сайт картотека выдает на запрос вашего имени, фамилии, отчества фирмы... Лава 97, да, в частности, где идет обработка отходов лома черных металлов. Да, мне была знакома эта фирма, я являлся когда-то учредителем этой фирмы. Фирма имела лицензию, без которой мы просто не можем работать. Но бизнес крышек люков под своеобразными крышами. Если исчезнет парламентское лобби, его подстрахуют на заводах по переработке металла. Приемщики чермета сдают следующих в бизнес-цепочке, правда, инкогнито. Один из работников рассказывает о деталях непотопляемого бизнеса на примере продажи земли под видом металла. Такого специально не придумаешь. Могу сразу сказать, деньги берут все, особенно заводы. На Север-Сталине, как раньше, допустим, стоял мастер и вот кто на тракторе. Ты подходишь к мастеру, и слышишь, там 5 тонн просто земли. Там 5 тысяч рублей, не проблема. Вася, мандалку. Думаешь, эй, Вась, давай, все, отлично, поехали. Все, Вася землю выгрузил, машина уехала, все, отлично. 15 тонн металла, 5 тонн земли, 20 тонн металла по цене там до 16 рублей. И все, 92 тысяч рублей у меня в кармане осталось. За землю. Какие там люки, там рельсы, люки, что-то в него, что-то не вылетает. Даже баллон этот отстеленный полный. С такой близорукостью фейс-контроль может пройти любое краденое чугунное изделие. У нас есть персонал с электрозавровкой автомобиля. Эта мы не допускаем. И такой металл мы не берем. Представьте, крышку люка с дробили на части. Ну, мы не толкнулись с одним. Как вы можете гарантировать то, что, как я говорю, что оно среди другого лома просто не затеряется? Эта крышка люка раздробленная. А придется вот от потокщиками, чтобы такого лома у нас не было. А какая работа ведет? Ну, есть. Вот, есть. Вот, там это все прописано. Принимаем по ГОСТу. Но вы же можете допустить, что кто-то просто просмотрел? Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Казалось бы, смешная проблема. Однако в масштабах города украденные крышки люков, открытые ямы и колодцы приводят к десяткам пострадавших, покалеченных и даже умерших людей. Своё единственное интервью мама мучительно погибшего ребенка в яме дала мне журналист Мария Смирновой. В надежде, что к этому беспределу, наконец, станут относиться серьезно. Помимо переохлаждения была еще компрессивная асфиксия. Это получается то, что трубан, которым я сел, давил на диафрагму, он не мог дышать. И переохлаждение у него было, потому что он был без движения. Поэтому так быстро. Мнение «я в танке» превращает любую стратегическую позицию в игру. И пока проблему не атакуют по всему российскому фронту, жертв все больше. Мария Смирнова, Олег Буланов, Саратов, 24. Ужесточение наказания за кражу крышек колодцев, а также их сдачу в пункты приема металла народные исправники обсуждали еще год назад. Однако в этом месяце инициатива городских депутатов может, наконец, получить продолжение. Есть инициатива, которую я вам передам городской думы, администрации, которая в кодекс административных правонарушений вообще пойдет через областную думу. Она сейчас будет рассматриваться на площадке областной думы. Но она пока тоже четкого понимания нет. Мы не видим на сегодняшний момент четкого механизма, как до конца решить эту проблему, чтобы этого вообще, например, не было. Но если подходить с точки зрения закона, то мы должны понимать, есть владеец люка, ты должен следить. Или предлагать какие-то свои хорошие, нормальные, конструктивные варианты решения. Путь до заваривания, чтобы ее обычные, без специальных средств не могли разварить. Те же обечайки подкрашивать, как одна из мер, которые мы бы предлагали, которая должна быть принята. Вопрос, подчеркиваю, не решен. Необходимо также заниматься. Надеюсь, что решим. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Сейчас нам нужно прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. И мы продолжаем. Это программа «Главная». Анализируем важные события недели. Вернемся в студию после прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова поможет сохранить и приумножить ваши сбережения просто выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В субботу, 15 июня. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный порывистый. Днем до плюс 26, а ночью до плюс 11. А спонсор прогноза погоды – Second Hand Вова. Внимание! Каждую субботу 100% смена товара. Адрес – город Энгельс, проспект Строителей, 8А. Second Hand Вова. Что вы купили? Дети так быстро растут, постоянно новую одежду приходится покупать. А тут с мужем зашли в магазин Вова. А почему магазин Вова? Детям купили сильные вещи. Таких точно ни у кого нет. Да еще денег хватило. Мне на платье нужен свитер. Магазин Вова. Еще думайте. Проспект Строителей, 8А. В Саратове и Энгельсе также возможен дождь. Температура днем до 23 градусов, а ночью до 16 выше нуля. Атмосферное давление около 754 миллиметра в ртутную столба. Вода в Волге плюс 19, по приметам. Если солнце вечером сядет в облако, то следующий день будет ненастным или пасмурным. Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. И ко мне в студии присоединяется главный редактор «Саратов-24» Илья Леонтьев. Илья, здравствуй. Здравствуй. Ну вот в Саратове на этой неделе впервые осудили за убийство животного. Напомним телезрителям, 47-летняя женщина выбросила из окна своей квартиры кошку. И было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Что интересно, зоозащитники порядка 8 лет добивались принятия соответствующего закона. СМИ не раз поднимали эту тему. Однако вот такой в регионе прецедент. Но громким этот судебный процесс на удивление не стал. Как ты думаешь, по какой причине в большинстве своем журналисты проигнорировали это событие? Ты знаешь, для меня на самом деле это тоже большая загадка. Потому что я считаю, что подобный процесс, он первый подобный процесс, пропускать его было бы странно. Но я могу только предполагать. Скорее всего, кто-то из наших коллег может просто об этом не знал. Потому что, если так уж рассуждать чужую логику, пытаться понять, ну погибла кошка и погибла кошка. Что, от этого хорошо или плохо? У нас в регионе достаточно много других каких-то событий происходит. Может быть, журналисты решили так. Может быть, они решили с этим не связываться, потому что посчитали это мелким с точки зрения того, что у людей много проблем, а тут кошка погибла. Ну, одно и больше, опять же, одно и меньше. Хочется отметить, что на это происшествие первыми отреагировали жители, соседи, которые, собственно говоря, и дали делу ход. Тут, знаешь, есть вообще такая ситуация. Если сравнивать отношение к сотрудничеству с правоохранителем органов в нашей стране и, допустим, в той же Европе, там это не считается чем-то предусудительным, в отличие от нашей страны. Наверное, у нас вот за время всяких сталинских репрессий настолько вот вбилось в голову большинства людей такое понятие, как стукач, как предусудительный поступок, как сотрудничество с органами правопорядка. Поэтому, наверное, у нас к этому так и относятся. А ведь значительная часть преступлений, не только связанных с животными, но и с людьми, с насилием семьи и так далее, можно было бы предотвратить, если бы соседи вовремя сообщали об этом куда следует. Да, о чем мы тоже говорили не раз в программе. Сейчас хотелось бы перейти к другой теме. Появились первые громкие заявления новых правительственных чиновников. Отличился здесь вице-губернатор области Александр Стрелюхин. Сначала он высказался на тему существующих проблем в реализации госпрограмм и нацпроектов, а затем по поводу строительства завода в Горном. Здесь он сказал, что якобы все решения будут приниматься только после совещания, обсуждения с жителями области. Но вот мы, журналисты, недоверчиво относимся к подобным громким заявлениям и ждем, пока они не начнут подкрепляться чем-то более весомым. Но вот что касается других правительственных чиновников, есть ли уже от них какие-то действия и заявления? Ну, я думаю, что все-таки говорить о каких-то результатах рано. Потому что, ну, даже есть такой символический срок, 100 дней, в течение которого с человека после назначения, с руководителя после назначения, ну, не спрашивают. Потому что он элементарно должен войти в курс дел, понять, что происходит. В случае с Александром Стрелюхиным тут еще все сложнее, потому что он не только вступает в эту должность, эта должность создала, только что появилась, ее только что создали. Поэтому там сейчас достаточно много времени, скорее всего, уйдет на просто распределение полномочий, кто за что отвечает. Потому что у Валерия Радаева губернатора остался вице-губернатор Пивоваров. Теперь у него еще появился председатель правительства Стрелюхин. Кроме этого, у него есть просто заместители, да, ну, теперь они уже фактически заместители Стрелюхина считаются, заместители председателя правительства и так далее. И вот сейчас от исполнительной власти региона, для исполнительной власти региона будет очень важно как-то грамотно распределить между ними полномочия, чтобы правая рука знала, что делает левая. Илья, какие темы ты бы выделил на этой неделе, как главные? Ну, давай, наверное, начнем с печальной темы. Появились первые жертвы летнего сезона, отдыху у воды. Сначала тепла, уже погибло 10 человек, трое из них – это дети, девочки, подростки. Причины традиционные. Дети остались без надзора взрослых, полезли в воду, и, к сожалению, погибли 3 ребенка. В остальных случаях – это пьяные мужчины, которые, приняв на грузь, решили, что им море по колено, полезли в воду, и, к сожалению, это плохо закончилось. Каждый год все, кто только можно, и средства массовой информации, и спасатели, все говорят, что, ну, выпили вы, но не лезьте вы в воду. Следите за детьми, когда отдыхаете у воды. И каждый год, к сожалению, статистика практически не меняется. Гибнут дети, гибнут пьяные взрослые. Далее можно вспомнить дело Доровского. Николая Доровского – это бывший глава Марксовского района. Он был виновником ДТП, в котором погибли 2 человека. Там тоже была достаточно такая мутная история. Скажем, он на момент преступления был пьян, правоохранительные органы это признавали. Потом вдруг в суде выяснилось, что он не был пьян, про это как-то забыли. В итоге Доровского переговорили к 3,5 годам колонии-поселения. Но он посчитал, что это такой слишком строгий для него переговор, обратился в областной суд с апелляцией, а ему в этом отказали. То есть такой окончательный переговор, 3,5 года в колонии-поселении. Посмотрим, может быть, выйдет условно-досрочно, как это часто бывает. И еще одна тема, достаточно яркой минувшей недели, это очередная дата открытия, появилась очередная дата открытия Саратовского цирка после ремонта. И как это, ты будешь смеяться, но это опять декабрь, но правда уже не прошлого, а нынешнего года. Был там губернатор, приезжал на минувшую неделю, он общался там с директором цирка, с руководителем строительной организации, которая занимается. Причем примечательно, что строители называли дату другую. Январь, по-моему, да? Да, 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 начало будущего года. Но губернатор сделал строгий вид, потребовал, чтобы к декабрю все работы уже были закончены, чтобы в декабре там начались представления. Ну, вообще, с цирком печальная история такая получилась. Ремонтировать его начали еще в 2017 году, закрыли. Вроде как работы все сделали, но потом вдруг выяснилось, что есть проблемы там с пожарной сигнализацией, еще какие-то недоработки, и ремонт продолжился. Ну, вот теперь появилась дата, что его, слава богу, может быть, откроют в этом декабре. Да, но пока жители сомневаются и ироничные шутки отпускают ироничные комментарии в соцсетях. Илья, спасибо большое, что пришел, ответил на наши вопросы. Спасибо. Для подготовки следующего репортажа вместо микрофона нашему корреспонденту я выдала другое орудие. Слабонервных прошу сейчас отойти от экрана. Смотрите наш следующий сюжет, если сможете. В атрибутах темного прошлого стремительно движемся к нему. Во времена средневековых эпидемий люди гибли от чумы или холеры. В 21 веке их выкашивает уже мышиная лихорадка. От превентивных мер защиты открестились. Вовремя не обработали территорию от грызунов. Итог. 400 человек на больничных койках с подозрением на инфекцию. А одна женщина погибла. Способ спасти себя в духе средневекового прошлого. Не дышать, не выезжать на природу. Еще Дарвин говорил, что обратная эволюция невозможна. Однако он просто не дожил до наших дней. Таким образом предки утерли нос великому ученому и поставили крест на здравом смысле. Мусор убрали бы отсюда. От этого вся и зараза, и крысы, и кишечные палочки. Бесхозяйственность и вредительство по отношению к людям. Апрель месяц. Почему не предприняли меры по профилактике, учитывая заснеженность зимы? Такая халатность в этом городе. Извините. Снимаем с себя всю ответственность за происходящее в кадре. Извините. Саратовцы все больше сыты извинениями. Последнее время надругаться над правилами общественного порядка, а потом публично каяться, становится трендом. Так школьники, устроившие неприличную фотосессию на поклонном кресте, отделались извинениями в интернете. Сотни лайков подписчиков, как показатель, что, возможно, этого достаточно. Также в ТОПе оказался парень, надругавшийся над скульптурной композицией одноклассники. Его покаяния также заменили неотвратимость наказания. Популярные в СССР доски позора, собиравшие гораздо больше зрителей, чем почетные, теперь могут сменить стены покаяния. Это приводит к разнузданности. Сейчас тренд в интернете кается. Должно быть наказание, чтобы знали и несли ответственность. А что, так можно было? Родителям их лица открыть, чтобы им стыдно за свое чадо стало. А кольцевать в саратовцах на днях попытались местные архитекторы. Они мысленно нарисовали проект масштабной реконструкции от проспекта Кирова до набережной через сквер 1905 года к бульвару Нарахова. Затянутый сценарий благоустройства Большого пешеходного кольца напомнил известную трилогию. Моя прелесть. Все, орки идут. Прощай, зеленая зона и соловьи. Старый мир сгорит в огне горнила. Леса падут под ударами топора. Да ладно вам, хоть без стрелки в этот раз. У нас уже хорошо. Бейте, бейте всех, пока не уничтожите. Не нужны нам велодорожки ценой вырубания деревьев. Мы действительно ждем этой реконструкции, но может повториться ситуация Парахова, когда там не был организован нормальный полив, и вместо газона пешеходные дорожки поливались. Я спросила про полив еще в самом начале встречи. Мне ответили, что в ТЗ полива нет, и поэтому проектировать его не будут. К реконструкции проспекта Кирова должны приступить летом, но проект до сих пор не презентован. И если возделывать город-сад вновь будут по протоптанному пути, не поливая его при этом, вырастут сорняки недовольства жителей. Дорога в несколько километров по улице Короткая. Жителям таково и не кажется. Два года они добивались ремонта местной автомагистрали. Скидывались на экспертизу, судились с чиновниками. В итоге получили новый асфальт. Но вместо торжества над поверженным противником жители готовятся к очередной атаке. Вечная борьба героев нашего времени в специальной рубрике программы. В случае, если решение сюда не будет исполнено, в добровольном порядке обращаться с приставом за принудительным исполнением. Сегодня Игорь Тюков не один. Другие герои этой Энгельской улицы тоже вышли из тени. В борьбе за ремонт дороги дошли до суда, выиграли. Победными документами, как флагом, Игорь Тюков размахивал перед журналистами программы еще полгода назад. Но оказалась вторая сторона – местные чиновники. Капитулировать не готовы. В настоящее время выполнен лишь ямочный ремонт. Замена асфальта на новую не произведена. Да и при этом сам ямочный ремонт выполнен, мягко сказать, тяп-ляп. Мы все наблюдали, как в момент производства работы компания, производившая работы, укладывала асфальт прямо в пыль, в песок. Все эти бугры и ямы после ямочного ремонта журналисты ощутили на себе, пока добирались до места съемки. Далее репортерам устраивают пешую экскурсию по всей улице, чтобы запечатлеть избирательность автодорожников. Непосредственно в момент выполнения работ мы обращались и письменно, и устно в комитет ЖКХ о том, что работа производится не надлежащим образом. Но реакции никакой. Скорую уже невозможно дождаться, потому что скорая по этой дороге не поедет. Они пытаются ехать в объезд, соответственно, застревают. Особенно зимой. Скорую можно просто вот... А здесь стойка пожилых людей. Маршрутное такси, маршрут 25-й продлили до... Почты. Они сами говорят, мы бы с удовольствием ездили до конца короткого, до магазина. Люди могли бы ездить. Но из-за состояния дороги не делают этого. По этой дороге регулярно ездят отдыхать в лес. Ее эксплуатируют большие грузы. Местным жителям остается лишь лавировать на таком транспорте. Рануша Гинян, Олег Буланов, Саратов, 24. Журналисты программы направили официальный запрос в администрацию Энгельского муниципального района. Репортеров заинтересовала избирательность автодорожников при ремонте магистрали. Кроме того, журналисты просят озвучить, кто принял работу по укладке асфальта в таком вот виде. Как только этот ответ будет получен, корреспонденты оперативно проинформируют телезрителей. Следите за эфиром программы «Главная», а также новостями на сайте Saratov24.tv. Профессиональные выставки и дорогостоящие краски сельские детские школы искусств принимают дары проекта ТВ-галереи. Этюдники, кисти и другие необходимые для занятия живописью предметы на этой неделе доставили в Питерский район. Давайте вместе порадуемся за наших подопечных детей, ведь среди телезрителей, которые сейчас смотрят этот выпуск, много тех, кто внес значительный вклад в этот творческий и благотворительный проект. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь так много кисточек, так много красок, особенно бумаги, очень много бумаги. Субтитры создавал DimaTorzok Нашим руководителям не придется искать новых учеников, они придут сами. Программы главные не только о событиях, но и о тех, кто делает их главными в своем городе. На этом я, Мария Смирнова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Этот и другие выпуски программы смотрите на сайте saratov24.tv. А сейчас я передаю слово официальному представителю главного управления МВД по Саратовской области Анастасии Захаровой. О криминальных новостях расскажу вам я, официальный представитель главного управления МВД России по Саратовской области Анастасия Захарова. Саратовец пытался уйти от преследования мотобатальона. По предварительным данным, он украл скутер. Требование остановиться водитель проигнорировал. Попытался скрыться в результате падения со скутера. Оправившись, мужчина вновь попытался скрыться от стражей порядка. Погоня продолжилась. Было организовано преследование, после чего он был задержан и доставлен на место угона. Там злоумышленник рассказал, что взял скутер у знакомого. Правда, при этом не вспомнил имя друга и не имел при себе водительских прав. Мужчина ранее уже был судим. Проехал он около полкилометра, а пробежал, ну где-то около километра мы за ним бежали. В гору и между всякими дворовыми территориями, через заборы он прыгал. Через рельсы. Через рельсы. Сбел он себя адекватно? Ну, поначалу нам казалось, что он в наркотическом объединении, но он просто очень сильно испугался. Потом было установлено, что признак наркотического и алкогольного объединения не был установлен. Сотрудники полиции изъяли крупную партию немаркированной алкогольной продукции. Ею торговала супружеская пара в базарно-корблакском районе. По предварительной версии, муж и жена хранили контрафактный алкоголь, а в дальнейшем реализовывали левый товар. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято около 2000 бутылок немаркированной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело. Это был обзор событий за неделю. Новая информация на телеканале «Саратов-24» уже в следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова